Сегодня мы открываем выставку, которая посвящена 150-летию одного из самых обсуждаемых писателей начала века, Леониду Андрееву. Это очень важный разговор о писателе, о литературе и, конечно, о нас с вами. Вы услышите, например, голос Леонида Андреева, сделали и в театральном таком пространстве дополненную реальность. Мы пытаемся не просто переосмыслить историю, нет, конечно же, а создать подлинную историю литературы 20 века и переосмыслить, может быть, переосмыслить какие-то события и какие-то персоны не с точки зрения идеологии, не с точки зрения дня сегодняшнего, а с точки зрения того исторического момента, того исторического времени, в котором эти герои существовали. Парел, ну, действительно такая колыбелька Леонида Николаевича, и Орловщина свята на протяжении вот всех столетней истории музейной хранит это имя. Я сказала себе, что буду знаменитейший писатель первой половины начала 20 века. Как интересно заиграли в Трубниковском переулке в доме Остроухова предметы из разных, опять же, Андреевских коллекций. Как они интересно обыграны его словами из дневников, произведений, жизни, его фотографии, его портреты. Это наследие, к сожалению, является достоянием лишь очень узкого круга людей. А для того, чтобы его сохранить, нам нужно, чтобы круг был максимально широкий. И в этом, собственно говоря, и главная миссия музейных кураторов, и главная, собственно говоря, наша жизненная задача, которую мы стараемся выполнить. Место, где была и удача, в подмосковном Бутове, сейчас это район Москвы, старинная купеческая усадьба. Осталось до сих пор, туда можно приехать, гулять по тем же прудам. Поэтому это место для нас особое, и благодаря вам, благодаря Аргу, мы действительно вдохновились, и сейчас создаем небольшой общественный музей Леонида Андреева в Бутове. Для нас самое главное, как и в принципе для людей, которые продвигают литературу, пока есть читатели, жива литература и живо имя писателя. Сейчас в истории российской литературы он где-то на заборах. Это абсолютно незаслуженная, абсолютно яркая и важная фигура, которая очень хорошо воспринимается современной молодежью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok